Соглашение о сотрудничестве уже подписано. Это соглашение даёт право жителям столицы участвовать в этой программе на Алтайских землях, на Устебаканских землях, на Черногорских землях и наоборот. Не надо переживать абаканской молодёжи, что мы их бросим на произвол и не дадим земли. Нет. В рамках проекта будет действовать и специальная ипотечная программа. Ставка около 12%. Первоначальный взнос не требуется. Параллельно банки подключили к работе строительные фирмы республики. Уже разрабатываются недорогие типовые проекты домов с готовой проектно-сметной документацией. Их в случае оформления кредита и заключения контракта со строителями будут предоставлять молодёжи бесплатно. В законе прописаны и создания инфраструктуры. В случае стопроцентной реализации программы на строительство дорог, электроснабжение, коммуникации понадобится около 7 миллиардов рублей. Первая тысяча участков будет выделена уже в этом году. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Отопительный сезон в республике завершён. Сегодня в правительстве подвели итоги минувшей зимы. В видеоконференции приняли участие главы городов и районов Хакасии. Республика перезимовала без особых потрясений. Зафиксировано 70 случаев, когда люди испытывали трудности с тепловода и электроснабжением. Чаще всего в этом году не выдерживали водопроводы. 23 серьёзных порыва. На заседании Виктор Зимин призвал коллег отходить от практики ежегодного латания дыр и разработать для каждого муниципалитета программу реконструкции коммунальных сетей с понятными капиталовложениями. Водоводы все у нас 70-х, 80-х годов. Давайте так, наверное, сделаем. Я попрошу вас где-нибудь в течение 3-4 недель, на месяц, посмотрите программу, собрать заявки. Понятно, что мы 100% не сможем, но программно, если программно мы будем смотреть на эти вещи, мы за 3-4 года можем все эти привести к нормальным состояниям. Подготовка к новому отопительному сезону должна начаться уже на днях. Деньги районам и городам выделены. Помимо стандартных ремонтных работ на котельных, в новом сезоне в республике будет создана дополнительная подушка безопасности. Уже приобретены и размещены на базе Хакрис водоканала две мобильные котельные. В случае аварии на теплоисточнике, котельная на колесах может снабжать теплом микроквартал или семь девятиэтажек. Это позволит избежать размораживания системы на время устранения причин аварии. К освоению новой техники коммунальщики приступят в ближайшее время. Сейчас формируются такие рабочие бригады, кто непосредственно будет и дежурить, и выполнять все мероприятия по врезке. И буквально со следующей недели мы уже начнем по муниципалитетам проводить тренировки по поручению главы, чтобы были четко отработаны механизмы взаимодействия как муниципальной власти, так и непосредственно Хакрис водоканала, кто будет производить подключение. Небывалым урожаем овощей планируют удивить в этом году аграрии республики. Но не все вместе взятые, а в конкретном овощеводческом хозяйстве. В Кафехаску беда считают, чтобы достичь отличных результатов, надо не бояться экспериментировать. Для этого покупают не только новую технику, но и используют научные достижения. В этом году хозяйство переходит на безрассадный или, как еще говорят, прямой способ посева определенных видов овощей. Репортаж Алексея Гончаренко. И этот метод по сравнению с привычной технологией и обычным урожаем принесет, как ожидают в хозяйстве, особенные плоды. В прошлом году экспериментировали на небольшой площади. И, к примеру, лук, высаженный семенами сразу в грунт на опытных полях, дал головку весом в 300-400 граммов. Экономически выгодный метод избавляет аграриев от необходимости высеивать так называемую чернушку. Если идти традиционной технологией, в первом году мы должны высеять чернушку, на следующий год мы получим только сивок. Представьте, сивок нужно убрать, его подсушить, какие-то затраты, это нужно сохранить. А потом на следующий год, а как высеять сивок? Как? Это нужно специальной сажалке, потому что он может упасть кверх ногами, а его нужно именно вот так. Ну вот представьте, да? Ну ладно, мы его, пускай, высаживаем, и только на следующий год мы получаем полноценную головку. Это какие затраты? Для прямого посева приходится покупать специальные семена, гибридов. Это довольно затратная статья расходов дороже обычных семян в разы. Некоторые культуры даже раз в 10. Если, например, этот килограмм сорта стоит, например, там, ну тысячу рублей, семена капусты, то гибрид это будет порядка, например, даже доходит до 40 тысяч. Но ведь и капусту, выращивая по такому методу, тоже экономят. Нет необходимости держать теплицы для рассады, а потом пересаживать ее в открытый грунт. Мы решили уйти от периода рассадного. Представьте, сколько нужно энергии для того, чтобы прогреть землю, поставить теплицу, вырастить рассаду. Мы используем современные гибриды, которые способны за 90-100 дней при прямом посеве в землю дать полноценный качан. Соответствующая должна быть агротехника. Морковку не просто высаживают в открытый грунт, а создают условия, образуя на полях специальные гребни. То есть он мягкий, его можно, знаете, вот просто взять вот так, посмотрите. Что нужно овощам? Конечно же воздух. Воздух, влага и тепло. Он хорошо прогревается гребень, воздух здесь есть, влаги достаточно. Данная почва находится на орошении. Вот при совмещении вот этих всех факторов мы добиваемся максимального эффекта. Морковь в таких условиях плюс специальные семена вырастает, как на подбор ровная и строго определенных размеров. И об этом в хозяйстве известно не на уровне теоретических знаний, а из собственного опыта, потому что и с морковкой в прошлом году был эксперимент. Идеально ровная, и что самое интересное, вот 18 сантиметров, 20 уже не годится. 20, 22, вот нет, нам такую не надо. Вот гибрид, он ровно до 18 дорастает и останавливается. Но если его не перерастать, все грамотно сделать, вот в технологии не нарушать, вот он остановится, и вот выкапываете, вот не опануя, да, выкапываете, и вот она одна к одной. Такой товар на прилавках дороже. На то и расчет сэкономить на технологии и получить прибыль на результате. И культура выше, а главное, без экспериментов невозможно развиваться, говорит глава хозяйства. Постоянно экспериментируем, то одно, то другое, то третье. Все постоянно что-то внедряем, что-то делаем, чтобы более-менее культура развивалась. Наилучшее качество, чтобы, как говорится, населению преподать не только урожай, но и хороший, качественный урожай. В планах хозяйства на этот год реализация крупного проекта по строительству овощехранилища. Только по предварительным подсчетам затраты 40 миллионов рублей. И без финансовой поддержки сделать это будет очень сложно. 30% от суммы, говорят фермеры, могут дать основания верить в успех задуманного. У нового полигона твердых бытовых отходов в Абазе появилась перспектива открытия. В городе наконец-то нашлись желающие заняться утилизацией мусора. Сейчас проект проходит лицензирование, оформляются документы. После подписания акта о приеме объект будет передан в аренду местному предпринимателю. Напомним, мусорная проблема в Абазе существует уже давно. Несколько раз свалки перемещались по территориям города и округи. Последние годы улицы, дома жителей Абазы Заречной и даже федеральная трасса захламлены мусором из несанкционированной свалки. Теперь, как нам стало известно, ситуация изменилась. Идет рекультивация замусоренной земли. Почти готов новый полигон, строительство которого ведется на условиях софинансирования из республиканского и городского бюджетов. Состоять он будет из семи так называемых рабочих карт, представляющих собой глубокие канавы, рассчитанной на эксплуатацию в течение 50 лет. Технология захоронения отходов самая современная. Однако желающих эксплуатировать полигон долго не могли найти. Торги пришлось проводить два раза. Нет дотации ни от государства, ни от Хакасии, ни от администрации. Почему? Потому что наше население всего 16-17 тысяч. То есть 16-17 тысяч населения – это очень маленькая структура до, по крайней мере, этой платы, которую сейчас мне преподнесли. Плата очень большая. В месяц около 180 тысяч у меня выйдет с НДС. Это плюс оттока аренда. Полигон в мою сторону будет убыточный, он будет содержаться за счет другой организации моей. В Абакане раскрыта серия автоугонов и краж из ларьков. Заявления о таких преступлениях буквально наводнили городскую полицию в последние два дня. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить нарушителей. Зачинщиком оказался 15-летний подросток, который выходил на дело то с одним, то с другим приятелем. Две ночи подряд парни взламывали отечественные автомобили. И, кроме того, ограбили два ларька. По горячим следам их задержали. 15-летний подросток, который организовывал все преступления, уже знаком полицейским. Учитывая возраст, он не может быть взят под стражу до вынесения обвинительного приговора в суде. На сегодняшний день на него возбуждено уже около 10 уголовных дел. Однако мерой пресечения по-прежнему остается обязательство о явке и подписка о невыезде. По факту невыплаты зарплаты работникам ЗАО Первомайское возбуждено уголовное дело. Пока по одному эпизоду. В ходе прокурорской проверки установлено, что директор предприятия Валерий Вакулин за последние полгода не выплатил одной из сотрудниц порядка 50 тысяч рублей. Руководителю меняется частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности. В Черногорске прошли учения, в которых были задействованы полицейские и сотрудники государственного предприятия охраны МВД России. Иными словами, гражданские охранники. По легенде учений в городскую больницу проник злоумышленник. Парень, угрожая ножом окружающим, требовал выдать ему наркотические средства. Охранники тут же нажали тревожную кнопку и попытались задержать нарушителя до приезда полицейских. По регламенту, сотрудники вневедомственной охраны должны прибыть к месту ЧП максимум за пять минут. Наряд справился с этой задачей гораздо быстрее. Одновременно на подмогу прибыли и сотрудники других подразделений полиции, ППС и ДПС. На этот раз помощь коллег не потребовалась. Нарушителя доставили в дежурную часть для дальнейших разбирательств. В селе Оршаново накануне состоялось очередное заседание экспертно-консультативного совета. Напомним, такую форму для обсуждения перспектив будущего предприятия избрали все заинтересованные стороны. Чем отметилась встреча, расскажет Елена Крылова. Экспертно-консультативный совет был создан в ноябре 2012 по инициативе правительства Хакасии. Его задача представлялась такой. Чиновники собирают вопросы у населения, готовят ответы и оглашают их. Причем ожидалось, что вопросы будут именно разными. Но прошло несколько месяцев, а возгласы в зале одни и те же. И от одних и тех же. Сегодня дошло и до чтения стихов. Если крик не трать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте покассию мою. И все же на привычном общем фоне в этот раз выделился новый выступающих представитель малоизвестного республиканского движения «Защита», созданного всего-то пять дней назад. Представители угольного предприятия сомнения новичка развеяли быстро. Не знаю, какими документами вы пользуетесь, откуда они у вас вообще. Потом покажете, я посмотрю. Это копии какие-то. Во-первых, авос, он не такой толщины. И расчеты там все. Придите, значит, я вам покажу оригинал. В принципе, на этом конструктивная беседа и закончилась. Дальше встреча пошла по привычному руслу. Споры, эмоции, выкрики, обвинения. Причем у микрофона только противники. Те, кто «За», спокойные и в стороне. То, что под землей, это, наверное, принадлежит государству и народу вот этому делить. И выступающие у нас выходят, конечно, каждый раз на каждом заседании одни и те же. И постоянно с какими-то криками, с какими-то недовольствиями. На этой встрече чиновники собрали несколько вопросов. Обещали подумать и над самым необычным предложением. Организовать особенно заинтересованным экскурсии в те города и села, вблизи которых работают подобные угольные предприятия. Противники добычи угля Варшанова хотят проверить лично, живы ли там люди. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Степные думы и инородные управы на территории Хакасии. Сборник документов под таким названием презентовали сегодня в Национальном архиве. Издание приурочено к юбилейной дате со дня принятия устава об управлении инородцев. Устав определял основные принципы управления нерусскими народами, которые проживали в Сибири и в частности на территории Хакаско-Минусинского края. Все документы, которые вошли в сборник, датируются 19 веком и началом 20-го. Уже поэтому представляют огромную ценность для современного поколения. Знакомство с этими документами позволит погрузиться в эпоху дореволюционной Хакасии, познакомиться с органами местного самоуправления, то есть чем они занимались, Степные думы и народные управы. И эти документы также дают возможность познакомиться с бытом населения, которое проживало на территории Хакасии. Авторы уверены, сборник будет полезен тем, что в одной книге собрано огромное число раритетных документов. Это в первую очередь удобно для читателей, которые проживают в отдаленных от Абакана городах и селах и не могут посетить архив. Все 100 экземпляров будут распределены по библиотекам республики, также по школам и вузам. Добавим, что познакомиться с оцифрованными первоисточниками можно не только на страницах сборника, но и по-прежнему в читальном зале национального архива. И на этом сегодня все. Напомню, программа Вести Хакасия также выходит в эфир на канале Россия 24 ежедневно в 13 и в 19 часов. Хорошего настроения и до встречи.